Прошедшие 7 дней выдались весьма интересными и богатыми на события. Сегодня пятница, 12 июля, это значит, что самое время прочитать свежий номер Одинцовской недели. Этим балом правила юность, старинное понятие в нашем оцифрованном веке все же сохранило свой главный смысл. Красиво, весело, задорно, золотые и серебряные медалисты отпраздновали свои первые, но уже такие важные достижения. О том, как это было, читайте в номере газеты. С тех пор, как в нашем округе заработал муниципальный центр управления регионом, интернет-критики не упускают возможности, чтобы упрекнуть его в бездействии. Насколько же объективно данное мнение? В новой рубрике будем знакомить вас с работой центра на реальных примерах. В этом номере уже рассказываем, где больше нет свалки, где заработал фонтан и где промыли засорившиеся трубы. Знали ли вы, что скрывала станция Одинцова? А вот мы уже рассказываем. Из недр при вокзальной площади, которую сейчас масштабно реконструируют, ковш экскаватора поднял не только землю, но и интересные артефакты. А вот какие, прочитайте в статье. С карандаша до у крышек от пивных бутылок Артур Пальчик доказал, что живописное искусство – это не только про гуашь, акрил и акварель. Герой этого номера – художник на миллион. Как же родилась идея его необычных полотен и в чем же секрет успеха? Скорочтение или же иначе ментальная арифметика. Такая интеллектуальная прокачка набирает обороты. На занятия, где тренируют, мозг водят не только детей, на них ходят и сами взрослые. Все тонкости этой науки уже узнал наш корреспондент. При этом не забыл поинтересоваться и у горожан. Известен ли им этот интеллектуальный тренд? Ну, вообще полезен. Самый банальный пример – это в магазине складывать цены и проверять, не обогнули ли вас. Хотели бы вы обладать такой способностью? Да. Мы уже обладаем такой способностью. А для чего вы ее использовали? Для решения профильной математики. Честно, нет. Вот денежки, я считаю, в магазине мне достаточно. У меня все нормально. Может быть, это больше детям как-то, но мы уже, как взрослые, нас устраивает сейчас наш уровень знаний. Об этом и многом другом читайте в свежем номере «Одинцовской недели». Бумажный вариант газеты можно найти на наших фирменных стойках, а электронный – прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ. Субтитры подогнали Симон.